Привет! Люди часто ищут компромисс между ценой и возможностями, часто жертвуя тем, что не нужно, а именно памятью. Скажу сразу, что я не приветствую смартфоны с памятью 2,16 гигабайта при условии, если они стоят уже ближе к 100 долларам. Лучше уж немного доплатить и взять на 3,32. Ну что же, поехали посмотрим что да как и сравним. Перед вами две модели Redmi 5 от компании Xiaomi. Они внешне и по железу ничем не отличаются, кроме памяти. У младшей версии 2,16 гигабайт, у старшей 3,32. Смотрим на разницу в цене на алиэкспресс. Младшую версию можно взять по цене около 120 долларов в зависимости от цвета. Старшую версию можно взять за 140 долларов на момент записи данного видео. Представьте себе, сейчас разница всего в 20 долларов. Это пару раз сходить в пиццерию. Даже если была бы разница в 30-40, все равно лучше брать старшую версию. Да и не только их. Например тот же Meizu M6 Note тоже имеет модификацию на 3,16 гигабайт памяти и еще многие другие модели. Вот вы купили смартфон на 16 гигабайт, радостно включаете его, заходите в настройки, смотрите, а там из 16 гигабайт доступно всего лишь около 8,5. Все остальное сжирает операционная система. О чем тут говорить, если одна лишь только игра танки или ей подобное занимает около 2-3 гигабайт памяти. А поиграть то можно, ведь железо-то позволяет, а память не особо. Это фиаско. Установили парочку игр и все. А пофоткать на камеру, тем более она тут не плохая. А снять видосик раз-два и места уже нет. Ведь все это добро весит немало. Или закинуть музычки, например, в хорошем качестве, ну и так далее. А нет. Телефон уже через пару дней попросит очистить память. Хорошо, вы возразите и скажете, что можно же карту памяти установить. Ну установите вы ее вместо одной сим-карты. Всякие бутерброды из сим-карты и карты памяти я не рассматриваю, потому что это варварство. Но и тут найдется тот, кто возразит, что, мол, пользуется одной только сим-картой. И все равно ваш смартфон попросит освободить память, если не через пару дней, то через неделю. Поскольку системные файлы приложений тоже будут забивать основную память. А еще встроенная память все-таки шустрее, чем ваша флешка. И телефон будет думать чуть дольше, чем обычно. А что же с оперативкой? Ведь тут ее меньше на 1 гигабайт. Тут у нас уже страдает быстродействие. Давайте проверим на сколько. Я установил на пустой телефон 4 игрушки. И посмотрите, кстати, сколько памяти теперь доступно. Давайте запускать приложения и игры на двух телефонах одновременно и посмотрим, кто кого. Обратите внимание, что со старта версия с 3 гигабайтами оперативки в целом открывает приложение быстрее. А вот последнюю игру PUBG быстрее открыла версия на 2.16 гигабайта. Скорее всего, потому, что ей приходится выгружать из памяти предыдущие запущенные приложения. В этом мы сможем убедиться, повторно открыв верхние приложения. Старшая версия держит в памяти некоторые, в то время, когда младшая грузит их заново. Что и неудивительно. Что ж, вы все видели сами. И вот вам совет. Если хотите сэкономить, тогда уже лучше брать что-то ультрабюджетное за 60-70 долларов, где как раз 2.16 гигабайт памяти. Но если вы уже берете какой-нибудь Xiaomi и думаете взять чуть дешевле на 2.16, или все же доплатить и взять на 3.32. То рекомендую все же раскошелиться. Ведь смартфон вы берете не на пару месяцев, а больше. Тогда не пожалейте и доплатите. В 2018 году, по-моему, 32 гигабайта это минимум для комфортного использования. Ссылки на этих двух красавцев я оставлю в описании. А там и сравнивайте, что к чему. А еще при покупке не забывайте экономить. Как экономлю я, заказывая через кэшбэк сервис. Ссылка там же. Напишите, что вы думаете по этому поводу и сколько памяти хватило бы вам. 16, 32, 64, 128 или 256. А с вами был Смарт Плюс. Всем правильных покупок. Подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик. А еще влепите лайк данному видосу. Конечно, если вы согласны с увиденным. Всем пока, друзья. Субтитры подогнал «Симон»